По какому пути пойти, чтобы решить все проблемы с дорогами? Ответить на этот вопрос в правительстве региона пытаются второе заседание подряд. На прошлой неделе обсуждали дорожный фонд. На этой – развитие транспортной системы. Вопрос о строительстве западного обхода в Иванове затронули еще в предыдущий вторник. Целостной позиции нет и сегодня. Проект стоимостью в 1 миллиард рублей, по мнению департамента, проблему с транзитным транспортом не решит. Город Иваново должен определиться, что же все-таки является важной задачей в цели пропуска транзитного транспорта по областному центру. По нашему мнению, одна дорога строительства западного обхода по улице Станкостроителей не решит данные задачи. Участки трасс с повышенной концентрацией ДТП. Отдельная статья расходов таких дорог в регионе порядка 60. Иваново-Родники, Каврошу и Кинишма. Департаментом в этом году уже разрабатывается проектно-инспертная документация на ликвидацию такой развязки, которая ведет к очагу концентрации дорожных транспортных происшествий. Здесь будут устроены переходно-скоростные полосы, будет установлено освещение. Руководитель регионального УМВД высказал свое недовольство по поводу качества разметки на дорогах. Последнее время все чаще сбивают пешеходов на нерегулируемых зебрах. А все потому, что зебру уже к концу лета смывает. То, что у нас на дорогах в городе Иваново, на мой взгляд, это просто ниже каких-то критикуемых отметок. Мы просто будем вынуждены, ситуация не поменяется, Павел Исейч, но как-то в административном порядке составлять протоколы на должностных лиц. Та краска, которая сейчас применяется, она, конечно, не выдерживает и полгода. То есть ее гарантийный срок закончен за 6 месяцев, и она даже этот нормативный срок не выдерживает. Поэтому рекомендации администрациям городских поселений и департамент будут переходить полностью на 100% на пешеходных переходах пластиковую разметку применять. К руководителю комитета по транспорту от Павла Конькова прозвучал вопрос по автовокзалу, а именно, когда ждать новый. Значит, первая очередь – это перрон. Он будет закончен по проекту и по плану строительственных работ в апреле, апрель-май 2014 года. Затем идет следующая очередь – это непосредственно строительство самого здания автовокзала, которая должна быть закончена также где-то в 2015 году. Кроме частных моментов, обсудили на заседании государственную программу развития региональной транспортной системы в целом. Она разработана на 2014-2016 годы и требует от Ивановского бюджета на свою реализацию 7,7 миллиардов рублей. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.